всем привет друзья это продолжение видео ну я думал что закончил тем что не нашел таблички так я хочу сказать что я к ним сейчас направляюсь но по дороге на большой ордынке вот такое интересное здание меня заинтересовало его сейчас как видите ремонтируют во все попробую внутри зайти удивительно я внутрь зашел этого двора и как видите здесь такие же переделки идут здесь был вход его заделали это все заделали но кстати верху тоже армировка старинная так что-то еще фальш фундамент из белого камня принципе что мне нужно было узнать но сейчас покажу снаружи вот вот оно что какой бардак вы смотрите как суд двухслойная стенка то сейчас чуть тут за огромные кирпичи наверное вход был два даже скорее всего два входа а вот дальше по всему этому фасаду идет белокаменный фальш фундамент со следами коррозии чет металлическое здесь было интересно интересно что это коррозия смотрите здесь тоже похоже был вход заделали когда-то был здесь не было ну здесь тоже похоже что-то такое было а теперь смотрим что за дом городская усадьба с фабрикой е.п. петрова вторая половина 19 века начало 20 жилой дом с магазинами 1886 года 1900 по 1910 е что-то здесь переделывалось в эти года я предполагаю что что-то подремонтировали 1900 и потом после наводнения 1908 потому что все укладывается в эти сроки а теперь идем к тем самым табличкам на гугл картах я их нашел визуально к это ходил я по другой улице ходил не там ходил сейчас я их все-таки найду для вас идем туда а я нашел свою усадьбу городская усадьба макарова курдюмова григорьева 18 век конец 19 главный дом со складами и конторами видимо когда на новый лад все стало конец 17 конец 18 1897 год интересное здание это я иду сейчас по кадашевскому переулку по кадашевскому переулку идут и разглядываю здесь все до потопные и после потопные после наводнения здания то здесь все было в воде предполагаю что уровень был примерно вот как как вот это вот карнизик все карнизы запоминайте это истинные ну первоначальные первоначальная высота дома они все такие были здесь маленькие практически все везде все настраивали уже потом много что это городская усадьба тихонова 19 20 века главный дом 1800 1830 вот это уже интересно кстати так на открыто знаю посмотрим чё там ну тоже как ведь все переделано перестроена перекрытие это все искусственными уже храм он тебя здесь снимал на колокольне был обещался еще сюда прийти но это уже потом там надо может быть еще раз побывать в музее например сейчас мы идем дальше вот о чем я говорил но и скорее всего пристройка и это надстройка уровень опускается вниз это означает что здесь высота вот видите где была вода то есть вот этот этаж уже надстроен сверху который покажу еще один покажу еще один признак называется пляшущие дома волнистые волнами где был вымыт фундамент и они стали вот такими следующее здание такое же абсолютно видно даже отсюда что она идет волнами да еще и перекошены по высоте сейчас вы видите вот видите вот они не имею немые свидетель потопа знают но не скажут потому что они дома они могут сказать через инфополе через инфополе это точно ладно идем туда да а как вам еще вот такой вот еще один признак потопа слой земли вот который нафига он тут нужен о тоже старый счет что-то больница что ли затем и такое наблюдается по всей москве оставили эти слои а зачем для чего сейчас увидите что будет дальше вот эти он уменьшается постепенно и внимание вот он уже здесь вот она волна застывшая обалдеть шедевр ну и здесь то же самое вот она нас не нужная совсем идем туда я не мог пройти мимо тут висят такие огромные плакатики реклама третяковки и вот такой вот творение алексеева художник 19 века хотел вам показать очень много всего интересного но вблизи можно рассмотреть например что вот это за галерея которой сейчас нет она прямо у покровского собора прямо тут ведь было еще много зданий вот таких вот один в один как современные смотрите такие же надстроенные с верандами мансарды мансарды а вот тут все заросшее и что здесь было какое-то строение тоже прямо это у стен кремля которые здесь выглядят гораздо выше сейчас они не такие высокие сейчас они не такие высокие это спасская башня кстати вот она смотрите внизу такой мост типа мост типа акведука и внизу какой-то вход а вот куда он ведет и стена она как будто двойная видите то есть вот это то что сейчас осталось ну вернее ее тоже переделали а вот это что за стена которая заросшая все начало 19 века или ну в общем первая половина первая четверть 19 века вот так вот все выглядело как он интересно ну-ка люди какие здесь вот оно лобное место что-то он хоть совсем другое еще выше оно выше значит такое чувство что люди разных ростов здесь тоже показаны вот например кучер такой высокий и вот люди рядом вот даже две дамы стоят рядом посмотрите вот одна вот вторая на голову выше или это у нее колпак такой здесь вот посмотрите здесь вот посмотрите что это не такое падает что ли и что это за развалины такие как лабиринт вот смотрите ходы там внутри видны заросшая башня заросшая спадская башня совсем другая да еще и заросшая в общем вот так идем дальше тогда ладно смотрим вот я постепенно приближаюсь куда мне надо ой что же вы постепенно приближаюсь туда куда мне надо и хочу сказать что я пойду не по этой улице да что ж такое потом вырежу этот номер машины вот видите здесь тоже ступеньки зачем оставлять такие эти переходы хочу сказать что я пойду не по этой улице потому что на ней точно нет табличек пойду немножко по другой который параллельно и находится левее вот в чем моя была ошибка что когда я вечером снимал я пошел немножко не там теперь пойду там вернее даже так я в тот раз ходил с той стороны и ходил у москвы реки а нужно было идти по улице с этой стороны канала москвы реки вот сейчас сейчас вы видите канал москвы реки вот моя ошибка была ну то самое здание винзаводы на берсеневке да на болотной площади вот этот какашный монумент безобразный храм со спасителя это тот самый мост вон те самые галереи которые я вам показывал уже когда в видео называемом москву откапывают и обратно закапывают 13 метров мы сейчас с вами идем вот туда по этой стороне канала москвы реки и здесь я надеюсь обнаружить те самые таблички отметки уровня воды наводнения в москве 1908 года мне надо идти вот туда так ну пока этот уличный игрун играет вернее не играет я вам все таки покажу нашел я этот уровень первая табличка уровень воды и 11 апреля 1908 года сейчас увидите так вот тут даже даже вот это выемка вот это выемка она в общем то тоже то есть вот это нижняя выемка как раз на уровне выше роста человека вот она идет это вот и есть тот самый уровень ну я предполагаю он был гораздо выше это уже потом когда смогли когда вода стала сходить отметили что ну что смогли что там за табличка какая-то ну-ка нет просто деревяшка я думал табличка это просто деревяшка а может быть как раз на ней была табличка теперь идем ко второй табличке с другой стороны фасада этого же здания в общем запоминаем это первое а вторая с другой стороны фасада этого здания сейчас я его сейчас я вам тоже покажу а вот и вторая ура они найдены тоже по нижней выемке посмотрите где где была вода вот видите девушка идет представьте себе но вода я думаю была еще выше где-нибудь вот по вторую отметку или еще выше в любом случае в любом случае все автомобиль все люди вот видите прошли которые здесь были они все были под водой кто успел забежать на вышние вышние на верхние этажи те возможно уцелели вот видите высота выше 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 роста человек явно вот теперь сами смотрите все вот представьте что все кто здесь идет едет стоят машины они все под водой это значит выше этого вот этой мостовой все было выше выше гораздо все покрывалось водой все ну соответственно и вот этот вот завод вернее электростанция первая электростанция она тоже внутри вся была в воде все машины которые едут вот они все было под водой это же страшно что здесь творилось вот так вот друзья вот прямо рядом с табличкой прошлись и вы теперь я думаю понимаете что здесь было вот так вот друзья надеюсь вам как все понравилось ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете по этому поводу до новых видео и всем добра правда победит до новых видео